Качество населения и его влияние на туризм Уровня образования, условий жизни, жилищных условий, условий питания, состояние здоровья, средних доходов населения, его покупательные способности и способности к принятию нововведений и другие показатели. Как же все это влияет на туризм, то есть как качество населения влияет на туризм. Вообще характер взаимоотношений между туристами и местным населением определяется тем, что и те, и другие являются носителями разных культур, а контакт между ними происходит именно в тот момент, когда туристы-то отдыхают, а местное население в этот момент работает. То есть одни праздно проводят время, получают удовольствие, другие в тот же самый момент пашут в поте лица. Воздействие туризма на жизнь местного населения может быть как положительным, так и отрицательным. Обязательно это отмечаем, положительные аспекты и отрицательные. Что мы можем отнести к положительным аспектам? Туризм, он создает рабочие места, увеличивает доходы местного населения, что ведет, конечно же, к повышению уровня жизни этого самого местного населения. Туризм ускоряет процесс урбанизации, способствует развитию городских служб, инфраструктуры, способствует появлению каких-то новых культурных организаций. Туризм ускоряет социальные и культурные процессы. Туризм способствует возрождению местных культурных ценностей, развитию народного творчества, традиций, обычаев, каких-то народных ремесел. Повышает спрос на сельскохозяйственную продукцию и товары именно местного производства. Ну и туризм также он способствует охране и даже восстановлению местных памятников культуры. Это что касается у нас положительных аспектов. Какие же отрицательные аспекты приносит туризм на той или иной территории? К отрицательным аспектам следует отнести – это возрастание доли неквалифицированного труда, это рост числа отклонений от общественных норм поведения, это у нас алкоголизм, это у нас хулиганство, это у нас проституция и тому подобное. Это эрозия семьи, то есть разводы, легкое отношение молодежи к жизни и тому подобное. Далее происходит коммерциализация культуры, то есть культура уже существует как бы не сама по себе, а на продажу. Далее развитие туризма в каком-то регионе приводит к потере самобытности конкретного туристского направления, то есть остается только то, что имеет массовый спрос. Ну и заключительный такой, ну из более важных, да, скажем так, аспектов – это туризм, конечно же, приводит к конфликтам между местным населением и туристами. И естественно, чем выше качество населения в стране, либо в регионе, в городе, в каком-то месте, тем больше туризм вносит именно положительных аспектов. Чем ниже качество населения в стране, в регионе, в крае, тем больше мы имеем именно с отрицательными аспектами влияния туризма. Таким примером негативного отношения к туристам может служить конфликт интересов. Местные жители агрессивно настроены против приезжих, так как те ловят их рыбу, охотятся в их лесах, дышат их воздухом, едят их продукты и тому подобное. Негодование местных жителей может быть вызвано разницей в материальном положении, в системе ценностей, вызвано ощущением социального неравенства и так называемой социальной дискриминации. То есть конфликт здесь может быть не просто между местным населением и туристами, но даже и между самими жителями. В некоторых бедных странах, например, доход местных жителей, работающих в туристской индустрии, гораздо выше, чем у тех, кто занят в других сферах. То есть я вот работаю где-нибудь там в отеле, который принимает туристов, мой сосед работает где-нибудь на полях, где выращивается пшеница. Он пашет круглые сутки, получает копейки. Я прохлаждаюсь в потрясающих интерьерах отеля, выполняю какую-то там минимальную работу, но получаю гораздо больше. Ну и какие у нас отношения могут возникнуть? Естественно, мы местные жители, но мы будем ненавидеть друг друга, да, между собой. Далее. Как положительные, так и отрицательные аспекты воздействия туризма на местное население проявляются на различных уровнях. На национальном, на местном, ну или на индивидуальном. Большинство отрицательных аспектов на самом деле можно избежать путем комплексного планирования развития туризма, внедрения современных методов управления этим самым развитием, этим процессом. То есть усилить контроль над использованием территории и ресурсов, проводить какую-то политику просвещения местного населения. А также путем определения критериев наиболее эффективных направлений в туризме, которые нужно развивать. То есть, проще говоря, нужно всегда стремиться к балансу между местным населением и туристами. А чтобы добиться этого баланса, нужно всегда учитывать качество населения. Качество населения той или иной страны, той или иной области, того или иного населенного пункта. На этом наш с вами билет. Качество населения и его влияние на туризм закончен. До встречи на следующей лекции, в которой мы поговорим с вами о том, какую роль играет урбанизация в туристском страноведении. Продолжение следует...